Савченко информации, тем не менее, а если не прощает? У нас вообще нет, у нас нет, а это еще у нас декабы. То, что будет происходить, это, как я уже сказал, дискуссия, и нам в большей степени хотелось бы с вами посоветоваться. Девчонки, Ташка, Лена расскажут сейчас очень много о газете, но хотелось бы услышать ваше мнение потом, и обязательно, ради этого мы и собрались. Я обещал, не буду их представлять, поэтому вы прекрасно знаете, кто сидит рядом со мной. Да, мы вообще на самом деле не хотели делать по-дробному презентацию, потому что звали принципиально людей, которые нас знают, но которые у нас не работают, с которыми мы сотрудничаем. Вот, и нам очень ценно то, что вы думаете о том, что мы делаем. Мы очень хотим это услышать от вас, что вы думаете о нашей газете. Следующий этап, это, конечно же, выход на самоокупаемость. Конечно же, мы понимаем, что в Украине СМИ, которые приносят прибыль, наверное, нет. Но, как? Есть у нас СМИ, которые приносят прибыль? Газеты нет. Газеты нет. Таковы нет. Но, опять же, я хотела бы рассказать, что у нас же есть… Не значит, что этого не может быть. Да, но поскольку вообще мы эти стандарты и шаблоны привыкли разрушать, то, наверное, почему и нет. Можем выйти на некую самоокупаемость. Как мне кажется, самое главное, что мы заработали, это доверие наших читателей, поскольку в нашей газете, как и на нашем сайте, в авторских материалах всегда содержится проверенная информация, всегда это наглядно и доказательно, поскольку у нас фотограф, фотокорреспондент, который делает фотографии с конференции и выезжает на место событий. Соответственно, мы можем подтверждать то, о чем мы пишем, еще и с качественными фотографиями. Кроме того, это и видеоконтент. Спасибо большое Роману Даниленкову и Антону Пешко. В общем, мы все… И Глебу Тимошенко, потому что последняя, кстати, поездка в счастье, крайняя поездка в счастье, была потрясающей. И Глеб не только привез массу впечатлений, это был детский дом-интернат. Это был детский сад и интернат, были в двух местах. Это было… Это было… Это было… Ну, то есть, и, конечно же, о таких мероприятиях важно писать. И вот, собственно, с помощью QR-кодов мы позволяем нашим читателям еще и просмотреть сразу же видео. Профессионализм… Да, у нас, среди нас, собственно, именно то, что в дипломе у нас написано было «Журналист», это только «Надик». Вот. Но мы как-то выросли, наверное, и… Да, что нет, да. Мы не оцениваем правильность приказов, отданных военно-начальниками. Ну, мы пишем о проблемах атошников, мы пишем о проблемах переселенцев. И в этом, да, в этом наша гражданская позиция. Мы пишем о непопулярных темах, о которых мы сегодня поговорим. Ну, и некая просветительская направленность, она также важна, потому что… Хотя они популярны, опять же. Мы пишем о реформах. Ну, вот, сперва мы, в общем-то, понимали, конечно, как мы работаем, но, в конце концов, мы пришли к тому, что нам нужны 10 правил. И первое – это, конечно, нет сепаратизма и нет материала, ставящего под сомнение суверенитет нашей страны. Это же, это соблюдение журналистской этики, есть вот некий свод правил, то есть это кодекс этики украинского журналиста, официальный документ, которому мы следуем. Политический нейтралитет. Да, мы, вот были у нас выборы, и мы написали о глобальном Харькове, да, то есть почему нет? О культуре написали, потому что, ну, о политике и об агитации пишут, ну, есть кому писать, мы, вот, в общем, мы нет. Отсутствие токсичных материалов. Мы не пишем джинсу, не пишем, хотел сказать, материалы на заказ. На заказ мы, как бы, пишем, да, то есть нас просят написать о повеленной инициативе. Вот, но это, ну, мы, ну, это не токсичное, это не какая-то скрытая реклама, поэтому мы стараемся быть прилимно честными с нашими читателями. Баланс мнений, не знаю, вообще, где тут постучать, но пока к нам нет претензий относительно опубликованных материалов, баланс мнений, он и в фотографиях, как вы видите, да, тут у нас активисты, навяжение активисты, и что-то там, безветповедально, да, ну, собственно, тут все так. То есть мы тут не оцениваем, оценивать могут участники этих событий, конечно же, мы можем их выдавать прямую речь, вот, журналисты, мы как журналисты не оцениваем. Я обратилась в форум для того, чтобы рассказать людям о том, что у нас появилась у общественных организаций новая возможность. Это проводить независимое оценивание работы судей, вот тех самых судей, которые совершенно закрытые касты, которые не хотят ничего показывать на публику и считают, что никто не смеет к ним приблизиться. И я дала свой материал, такой вот, ну, основанный на законе, естественно, вот такой достаточно сухой. Когда появилась газета с этой статьей, я была очень приятно удивлена, потому что этот сухой материал разбили на несколько частей. В одном, ну, то действительно, что надо подавать сухо, ну, закону ты из песни слов не выкинешь, то, что нужно, нужно подрать этим. Но к этой статье была инфографика, которая сразу размягчает вот этот вот материал. Сразу ли, что послушаешь на картинке, да, и вот эта многоцветность, вот эта вот инфографика, это очень оживляет и делает любой материал доступным. Огромное спасибо вашему специалисту, который вот это вот делает. Я передам показать. Да. И вообще мне нравится эта газета и ее полноцветность, и, ну, вот, вот такая вот живая и красивая подача материала. Никто не хочет печатать просто так, потому что кому-то нужна помощь. Никто не хочет освещать это на телевидении, радио или, там, вешать бюкборды и писать о том, что детям очень нужны противосудорожные препараты или они в ужасных условиях. На самом деле, когда вот первый раз накипело, снял ролик про то, что мы помогаем детским домам, и вообще, в принципе, снял этот ролик в качественном виде, да, а не так, как мы могли там в каких-то, там, на мобильный телефон что-то придумать. Это, на самом деле, было очень круто. Мы смогли показать детей не страшными богом забытыми, где-то находящимися, там, далеко на отшибе в области, никому не нужными. Мы, на самом деле, мы не особо обращались в какие-то организации, потому что, ну, как-то мы привыкли слышать «нет». То есть, все своими силами и, собственно говоря, все «нет». И поэтому спасибо огромное за вот такую информационную поддержку. Ну, к поводу попадания в ящики, у нас Харьков 400 тысяч с лишним, почтовых ящиков, там, по принципу, двух этажей выше, если даже не говорить о частном секторе. И это Харьков. А у нас тираж, там, 50 тысяч, и то там совсем чуть-чуть. 15 тысяч идет. Совсем чуть-чуть идет на непосредственно город Харьков. Там идет на ящики, идет на распространение промоутерами. То есть, это мизер. Но Харьков и так переполнен информацией, ну, не переполнен, он получает информацию разного рода, такую и противоположную. Действительно, регионы очень важны, они больше, как бы, на границе, они принимают удары противоположной стороны, противоположных мнений. И их нужно воспитывать, наверное. Все нам не хватает чего-то более важного. И мы сейчас живем в такое время, когда важное вот оно, вот оно рядом, только стоит сделать выбор. Вот. И спасибо вашему проекту за его существование. Спасибо всем, кто причастен к этому проекту. Проект единомышленник, я бы так сказала, по ментальности, по гражданской позиции и по духу. И своим существованием мы, я уже говорю, мы все-таки к цели постепенно продвигаемся. И мы хотели, знаете, еще о чем поговорить, собственно, и поговорим, наверное, уже после этого. Это о том, как вообще, как может информация менять, ну, менять ситуацию. Потому что после некоторых публикаций люди начинают интересоваться той или иной темой. И, ну, в общем, оно. Или кто-то начинает интересоваться людьми, да? Ну, бывает и такое. Как информацию лучше доносить, какой, в общем, поговорить даже о том, как должна называться газета. Потому что у нас, видите, вот так, ну, скромненько мы добавили, было у нас раньше форум, а теперь у нас форум накипело. Вот, потому что там и... Да, 200 они небольшие. Да, и это вот, да, и мы вот в общем... Мне сложно сказать там, чего вам не хватает, потому что, ну, вам, в общем, как-то чересчур всего хватает. Особенно женщинам, вот, и, впрочем, некоторым мужчинам. Я просто, как всегда, хочу, ну, в общем, вас предупредить, что в будущем году я продолжу втягивать вас в разные авантюры. Вот, для тебя у меня уже есть три авантюры, но они пока секретные. Ну, то есть, вот. Я очень надеюсь, что, ну, во-первых, что вы продолжите дружить с нами, как селл парни, с Харьков, с тобой. И продолжите заниматься, как бы, такими, ну, то есть, вы, в принципе, занимаетесь темами реформы. Я думаю, что вот, там, тема медицинской реформы, да, которой мы тоже занимаемся, она будет, нам будет вам что подкинуть, вот. А еще у меня есть такая голубая мечта, и я очень надеюсь, что, там, с весны мы начнем как-то ею заниматься. Я очень надеюсь, что вы тоже станете нашими партнерами. Я думаю, что нет, это вообще не интрига. Я очень хочу, чтобы вот этот год, ну, когда вот был, там, были какие-то тренды, там, вот, год, там, становления гражданского общества, год становления, там, волонтерства и так далее. Я надеюсь, что этот год будет годом проектов антидискриминационных. Это вот, ну, правда, пришло время, и это очень важно, и, ну, со всех сторон, да, то есть, то, что касается маломобильных групп, то, что касается особенных детей, то, что касается женщин, на самом деле. Я всегда утверждала, что в Украине нет проблемы гендерной дискриминации, но, оказывается, я немножко поспешила, вот, и, в общем, она есть и так далее. Вот, о чем еще должен писать форум, каким образом подавать эту информацию, возможно, какие рубрики необходимы, необходимы нашей газете. В общем, помоги, да, то есть, мы, в принципе, можем, да, темы, самое главное, то есть, у нас уже вот тема, собственно, сегодня подтвердилась, да, то есть, мы имеем запрос на освещение темы о детских домах и интернатах, вот, и сегодня это, опять же, прозвучало, поэтому, вот, следующий выпуск у нас будет посвящен, в общем, другой теме, а первый, мартовский, это уже будет 16-й выпуск, как раз, в общем, у нас время, чтобы подготовиться к этому вопросу, так вот, серьезно, вот, и какие-то, может быть, еще темы, потому что, конечно, мы рассказываем в каждом номере о реформе, и, честно говоря, уже иногда, о какой реформе еще рассказать, потому что, потому что они, конечно, там, скажем, анонсируются, они говорят, а вот еще, да, но как они потом реализуются, возможно, нам стоит отслеживать это, потому что, например, была заявлена реформа судебной, реформа судебной системы, и, ну, в принципе, есть какие-то, да, шаги, например, да. Ну, я... Можно начинать. Да, 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 да. Помогите нам, пожалуйста, в том, что... Ну, на мой взгляд, вот то, что вы написали, то есть, я это ни разу не читал. Как это? Потому что нет гражданского общества. Нет, я имею в виду, вот, не читал под заголовком форум. Когда я задумался вот из тех разговоров, да, которые сейчас звучали здесь, ну, газета должна быть о гражданском только, ну, то есть, она должна быть о гражданском обществе, соответственно, миссия как бы есть, она четкая, и она подтверждена. Что с гражданским обществом у нас происходит? На мой взгляд, ключевых, ключевых несколько вопросов. Первое. Гражданское общество и власть, они не могут найти взаимопонимание. При этом это очень принципиальный момент, потому что вот уже даже мем у меня такой, вот прямо отреагировал один человек, я ему начал говорить, что вот, а эти люди говорят о государственном подходе. Говорят, нет, о государственническом. То есть, вот, по сути, кто, как происходит сейчас водораздел, то есть, вот, тех, кого мы называем патерналистами, на самом деле, они-то не считают себя патерналистами, они считают, что просто им нужно нормальное государство, которое будет, там, вот, как бы правильно работать. Вот. Люди, которые приходят у нас во власть, на 50% они становятся, как бы, исполнителями этой власти, там, на 70%, на 90%. Они говорят, все, мы пришли построить нормальное государство. За что был Евромайдан? За то, чтобы ты, 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 ты зашел в эти кабинеты и построил нормальное государство. Фактически, как бы, вот этот вопрос, на самом деле, что как только они берутся строить нормальное государство, они становятся драконами. Вот. Вот. И сразу же мы их уже не понимаем. Потому что вся нормальность государства состоит в том, чтобы оно нормально, партнерски выстраивало отношения с гражданским обществом. И вот этот момент учить государство тому, как взаимодействовать с гражданским обществом, мне кажется, это очень такой сложный, огромный вопрос. Это, ну, для меня это принципиальный вопрос не потому, что тут я на трибуне выступаю, потому что в куварных беседах с представителями государственных органов власти, скажем так, и часть местной власти, которые почему-то все равно себя считают государственными органами власти, вот человек из местных органов власти мне говорит, что он государственник. Как? Извините, ты вообще понимаешь? Вот. Так вот он говорит мне, что он государственник, и он считает, что если бы меньше было бы вот этой вот беготни, которые устраивают активисты, легче было бы правильнее работать. И такие вещи, мне кажется, тоже именно на страницах вот таких газет, ну, такой газеты, вот нужно как бы, чтобы мы, харьковчане, как-то про это потихоньку тоже узнавали, задумывались. Потому что это как бы высокая политика, но она бьет таким образом, что завтра она касается каждого. Ну, если говорить в контексте вот именно антикоррупционной борьбы, то что касается нашей газеты, вот это абсолютно предметная ситуация, когда, получая газеты, люди видят сзади телефоны нам звонят и спрашивают, вот у вас там был такой-то материал об антикоррупционном форуме, опять же было много, там два номера была информация о нем, куда идти? Вот у меня есть информация, куда идти? Или приходят сюда. Или сюда приходят и спрашивают, вот мы видели там, или была презентация антикоррупционного форума, или про газету, тут разные источники получения информации. Ну, вот мы сейчас договорились с ребятами из комитета, иллюстрационный комитет, вот те, которые были участниками форума, что мы даем их контакты. Вот, и... Да, то есть мы, конечно, ну вот мы приходят с документами, вы нам, вот, пожалуйста, помогите, вот у меня есть такая проблема, есть такие документы, и приходится объяснять, что мы коммуникационная площадка, мы не можем решать вашу проблему, но мы можем вас направить вот туда-то. Вот есть общественные активисты, которые этим занимаются. У нас есть позиция власти, например, вот мы рассматривали медреформу, да, уже сегодня они вспоминали. Есть позиция того же Голоцина, да, который еще говорит, что мы сделали то-то, 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 вот с позиции областной власти. Отлично. Мы спрашиваем о гражданских активистов. Как вы видите эту реформу? Вот, например, Виктория Милютина, вот у нее есть... Свой проект. Свой проект, где все прописано, например, то, что вот тоже в инфографике присутствовало, то есть реформа первичного медицинского звена. И мы спрашиваем, в общем-то, у, например, рядовых граждан, да, мы спрашиваем у тех же врачей. То есть это получается такой, ну, по крайней мере, трехсторонничий взгляд на одну проблему. И вот именно такой подход к реформе не просто, это такой вот, вот посмотрите, что написали, и мы все делаем так, как нам сказали, позволяют шире взглянуть на эти изменения в стране. Поэтому, собственно, вот почему я и вот прошу, подбрасывайте нам какие-то темы, потому что хочется о реформах рассказывать интересно, а не как-то чиновничьим языком. Есть еще момент такой, мне кажется, мы немножко заложниками становимся ситуации, когда вот тема поднята, вроде бы как о ней рассказано, и вроде бы как-то уже к ней возвращаться уже и нет смысла. У нас не мониторятся абсолютно выкиды в атмосферу, то есть каждый год, ну, создается такой, господи, экологический паспорт, я в городе, я уже и думаю, он каждый год создается, это такие же данные из 90-х годов перепечатывающиеся, никто реально ничего не мониторит, и проблема и внутренняя, то есть местная, и системная. Вся штука в том, что у нас предприятия по законодательству мониторят сами себя, то есть количество выросов на предприятиях мониторится самим предприятием. Ну, соответственно, наказать нарушение практически невозможно. А у них какой-то отчет, а они перед кем-то отчетуют? Да, эколог предприятия, которому платят предприятие работу, пишет каждый день, ну, каждый день они там, в зависимости от предприятия, пишут отчет о своих выкидах, о своих сбросах. Это происходит, ну, там, или каждый квартал сдают эти отчеты, ну, вы же понимаете, что в них пишут то, что нужно руководству предприятия. Показатель того, что у нас происходит на крупном предприятии, это визителю. Вот это система четких показателей. А по поводу еще одной рубрики, это вот диалоги с властью, я не знаю. Вот нельзя рассчитывать на результат быстрый. Диалог это процесс, а результат может быть отложенный. Но диалоги с властью и, как бы, условно, вербовать там агентов влияния, которые, возможно, понесут светлые мысли, взятые из общения, да, с гражданским обществом туда, вот, это, мне кажется, актуально. Потому что только таким образом, в принципе, мы можем говорить о войне. Вот по условиям гранта мы не можем оценивать военные действия, но мы можем оценивать, как, например, власть относится, например, к тем, кто вернулся, да. И, конечно же, это интересно, когда личная история приводит к размышлениям о тех же реформах и так далее. Да, история личной истории, что еще у нас мы говорили о диалоге с властью. Так, и тут же можно, да, вхать только в центре диалога и нации. Мы не влезли с властью. То есть мы нуждаемся, как при фронтовой город, продлить диалоговую культуру больше всего. Хватит конфликтовать, пора строить. Хватит ломать, пора строить. То есть вот вплоть до того, а, да, вплоть до того, что они уходят от вот этой конфликтной цветовой гаммы красно-черной, уходят там строительные цвета, вот, что, по-моему, очень интересно. И вообще сам посыл очень важный сегодня. И у нас еще одна обычная политическая партия. Так у нас в Украине уже... Так, может, мы все-таки политические партии начнут строить, а не ломать. Как говорили. Вот. Спасибо огромное. У нас есть еще кофе, есть чай, есть еще вкусняшки. Спасибо большое. Это было очень... С вами было очень хорошо. Вот так.